Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. В ведомстве напомнили, что ставку налога на прибыль организаций и так в 2025 году повысит до 25%. Индекс московской биржи после трехдневного падения смог найти силы для роста. Главный бенчмарк российского рынка завершил минувшую торговую сессию в плюсе более чем на процент в лидерах бумаги Т-банка, Совкомбанка и Самолета. ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше 95 рублей. Юань на бирже продолжает торговаться у своих локальных максимумов 13 рублей 48 копеек. Всех приветствую, это Ренки Утро. Меня зовут Степан Сумин и вместе с Богданой Приходой будем обсудить ключевые события сегодняшнего дня для инвесторов. Пишите комментарии, вопросы, мы рады вас слышать и читать. А QR-код вы найдете вот здесь. Дана, доброе утро. Доброе утро, Степ. Какие интересные события нас ждут сегодня? Предлагаю HeadHunter обсудить. Вчера у компании был день инвестора и несколько громких заявлений, на мой взгляд, CEO HeadHunter Дмитрия Сергеенкова. Мы ставим себе задачу удваивать бизнес каждые три года. Также HeadHunter планирует направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли. Заявление также гендиректора компании. И стало известно, что HeadHunter может провести собрание акционеров по вопросу дивидендов в декабре. Выплата спецдивиденда состоится, напомню, до конца этого года. Размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию. Также компания HeadHunter стала владельцем мажоритарной доли 60% в российском разработчике систем кадрового электронного документа оборота HR-Link. Сумма сделки составила до 1,5 миллиардов рублей. Плюс еще одно заявление. 5 миллионов трудоспособных граждан в возрасте от 20 до 39 лет мы потеряем в ближайшее время. Предлагаю послушать еще одно заявление про рынок труда как точку роста бизнеса компании. Давайте посмотрим. Я бы не называл рынок перегретым, откровенно говоря. Перегретый значит, что он когда-то остынет, а мы не видим достаточных оснований для того, чтобы рынок остывал. То есть, ну, конечно, экономические шоки могут снизить активность, но фундаментальных факторов, которые будут поддерживать этот рынок долгосрочно, огромное множество. Ну, мы работаем с этим рынком, мы, как вы видели из моей презентации, стараемся против тренда показывать эффективность, и эта эффективность оценена нашими клиентами. Точки роста я обозначил, то есть у нас есть потенциал роста аудитории, малого бизнеса, профессий, рабочих специальностей и в регионах. Это основные три точки, которые мы будем растить аудиторию. Как ты, вот, считаешь, согласен ли с высказыванием, что можешь прокомментировать, добавить? В первую очередь, хотел бы отметить, наверное, и поблагодарить руководство и менеджмент то, как они справились с возобновлением торгов. Они понимали то, что достаточно большая проблема с точки зрения тенденции рынка, которая происходит в данный конкретный момент. То есть, конъюнктура, она явно была не на то, чтобы подрасти, либо остаться в нуле при открытии. Суть в том, что, вернемся в открытие торгов, они поддержали своими словесными интервенциями. Это было хорошо. Значит, спецдивиденд, ты отметила, это действительно очень хорошо. Байбэк в размере 10 миллиардов рублей, если я правильно помню, тоже отметили. При этом я отмечу, что немножко я не согласен в некоторых моментах. Первое, я вернусь техническому параметру, потому что главный вопрос для инвестора сейчас, это каков на вес продаж. По примерным оценкам, он около 20 миллиардов рублей. Это может значительно повлиять на котировки, если тенденция рынка из-за растущей, которая сейчас в данный момент есть, она придет в нисходящую. Если риторика будет хуже, конъюнктура общей экономики будет хуже, то, к сожалению, Headhunter тоже будет под этим давлением. В следующий момент могу привести просто пример, наверное, личный пример пользования Headhunter с точки зрения именно юридического лица. Предложений действительно много. Это хорошо, с одной стороны. Но качественного предложения на рынке труда мало. Поэтому дефицит качественных кадров, это все-таки одна из главных проблем тоже этой компании. При этом бизнес компании, то, как он развивается, это очень похвально. То есть есть нюансы и плюсы, и минусы, просто в том, как они будут справляться с всеми тенденциями в экономике, которая будет происходить. Рынок перегрет очень сильно, на самом деле. 2,4% безработицы. Это рекордное значение для российской экономики за всю его существование, то есть 30-летнее. Мы должны понимать, что это большой вызов для этой компании. Да, она пытается быть технологической. Это, безусловно, правильно. У нас IT-сектор в приоритете, субсидии для IT-секторов. Даже если мы рассмотрим бюджет, в общем, раз Минфина, которое предложение, там было сказано, что на инновации мы должны выделять за несколько лет до 6 триллионов рублей. Это подчеркивает важность и нужность этого сектора в данном конкретном периоде. Поэтому Headhunter я желаю справиться с проблемами навеса, и инвесторы действительно могут активно обращать внимание на эту бумагу. При этом я бы не пел бы дифферамбы очень большие, как большинство экспертов. Все-таки, еще раз отмечу, 20 миллиардов рублей, 10 миллиардов рублей для выкупа. В общем, конъюнктура должна способствовать, чтобы бумаги продолжали расти. К слову, вы тоже можете с нами соглашаться или не соглашаться. Ждем ваши комментарии, предложения, вопросы, чат-бот, QR-код. Считывайте, самое интересное, конечно же, обсудим. Курсы тоже предлагаю обсудить. Ты уже упомянул, что впервые за год доллар по официальному курсу уже выше 95 рублей. Юань тоже у нас на максимуме. Минфин вчера объявил, напомню, о сокращении покупок валюты в октябре больше, чем в 2,5 раза. И, как считают, например, аналитики ведомостей, что увеличение продаж валюты почти в 30 раз поддержит российскую валюту. Ну вот на сайте РБК тоже интересно вышел лонгрид на тему, что может ослабить рубль этой осенью. Там очень подробный разбор каждого фактора. Если интересно, обязательно переходите по ссылке, читайте QR-код также на вашем экране. Эксперты, что интересно, на мой взгляд, высказали свои прогнозы по курсу. Тоже много разных вариантов. Коротко обозначу основные. Если мы смотрим на доллары, цифры брокер диапазона от 90 до 96 рублей. За доллар Совкомбанк 89.95, УК 1 92.94, Финам 91.94. По другим валютам там тоже, конечно, прогнозы есть, так что можете посмотреть и оценить. Степ, вот такой разброс. Я смотрела, да, 89.95. Насколько вот эти данные... Я так понимаю, что сейчас в принципе сложно строить какие-либо прогнозы. Все верно, каждый инвестиционный дом, брокер сейчас пытается себя застраховать. Прогнозные значения, вот сейчас можно даже вернуться к фразе, прогнозы – дело неблагодарное. Многие говорят в эфире. Да, и суть, наверное, заключается в том, что какие факторы будут наиболее такими весомыми. Я ознакомился с лонгридом, действительно интересно почитать мнение экспертов. При этом в этом лонгриде было сказано о нефтяных котировках. Это интересный момент, потому что я достаточно часто сам произвожу операции с фьючерсными контрактами и пытаюсь найти корреляцию. Могу сказать так, что сейчас достаточно серьезная раскорреляция идет в данном направлении. Мы видим то, что вроде бы нефть-то у нас растет, а при этом пара рубль-доллара, она не реагирует на это. Она, безусловно, в обратном направлении, то есть она растет. Почему это происходит? Да, все на самом деле просто, потому что есть лак, который влияет. То есть мы же видим цену в конкретный период, а при этом влияние на пару, оно будет подсказать и среднего значения предыдущего месяца. А иногда лак может доходить аж до двух месяцев. Это как, допустим, у нас есть бюджетное правило с экспортной продажей, которая у нас снизилась сначала с 80% до 60%, потом с 60% до 40%. Мы понимаем, что фактор влияет того, как Минфин действует, тоже и Центральный банк. Кстати, на эту продажу у нас получается будет 5,3 миллиарда в результате. То есть наоборот мы увеличиваем продажные значения, потому что в сентябре они были. И сегодня будет окончание, кстати. С сентября по 4 октября, значит, 200 миллионов у нас была продажа в день. То у нас наоборот увеличение мы вижу. К слову, да, нефтегазовые доходы в сентябре, это же последние данные, составили 772 миллиарда рублей. И как в предыдущие месяцы, кроме января, превзошли базовый уровень и показывают плюс-минус какие-то стабильные значения. Центральный банк отмечал в своих прогнозах на 2025 год, что нефтегазовые доходы покажут рост. И третья история, которую тоже предлагаю с тобой обсудить, это индекс RGBI. Он снизился на 0,8%, приближается к отметке 100. В последний раз такое значение бенчмарка фиксировали почти 10 лет назад. То есть ФУЗ продолжают, если так можно сказать, идти на дно. Участники рынка ждут повышения ставки до 20%. Это как бы точно. И с начала года, если посмотреть, индикатор упал больше, чем на 17%. Вспоминаю июнь месяц, когда все ждали тоже подъема ставки. Значение уже инфляции показывали, что стоит поднимать. При этом подъема ставки не было. Поэтому, я думаю, сектор доголового рынка мы можем обсудить с нашим гостем. С нами в эфире Георгий Засеев, исполнительный директор аналитического отдела Росельхозбанка. Георгий, доброе утро. Да, доброе утро. Все больше апокалиптических сценариев у нас по поводу ставки Центрального банка. Вот буквально вчера мы услышали о 22%. Уже буквально вечером новые прогнозы на 2025 год, что будет 23% ставка. Как вы считаете, в какой сценарии наиболее вероятен на 25 октября пленарное заседание? Как это повлияет на долговой рынок? Да, действительно, различные прогнозы предлагают аналитики. Со своей стороны отметим, что неожиданный всплеск инфляции по недельным данным. Он, можно сказать, развеял все сомнения среди участников долгового рынка в том, что повышение ставки будет однократным в этом году. По итогам вчерашних торгов короткие выпуски уже приблизились к 20-й доходности. Мы видим, что трехмесячные полугодовые ставки денежного рынка также где-то вблизи этого уровня. Поэтому наш взгляд касательно октябрьского заседания ставка будет повышена, скорее всего, до 20%. Что касается более каких-то решительных действий стороны регулятора, все же мы предпочтем сейчас понаблюдать за дальнейшей ценовой статистикой. Это и недельная инфляция, и инфляционные ожидания. Будем смотреть на то, какими темпами замедляется рост кредитования. И также необходимо изучить на опорном заседании в октябре, какой прогноз даст Банк России. И уже исходить из этого, в нашем базовом сценарии мы рассчитываем на повышение ставки до 21%, ориентировочно в декабре. А, в декабре. То есть если по вашей прогнозной модели получается, что индекс RGBI опустится ниже 100, то есть до 98 примерно дойдет. Я правильно понимаю? Да, безусловно, рынок ОФЗ продолжит снижение. Даже прогнозируем, что к заседанию октябрьскому, где-то еще на процент-полтора котировки могут снизиться. Наша любимица рынка, да, 238 выпуск может опуститься ниже 50% номинала. Он уже где-то вблизи этого уровня вчера оказался. Поэтому да, так вот, снижение будет. Вы очень хорошую облигацию отметили, я также ей очень интересуюсь и приобретаю потихоньку в портфель. Подскажите, стоит ли на данный момент инвестору заходить в данную облигацию? Или мы лучше рассмотрим флоутеров, которые сейчас в фаворе, даже Минфин, их на четвертый квартал выделили как в приоритете? Ну, безусловно, главным фаворитом рынка, это мы видим и по торговой активности, является корпоративный флоутер, прежде всего, для широкого круга инвесторов. И на первичке флоутеры уже заместили классические облигации. Поэтому, безусловно, корпоративных флоутеров мы предпочитаем. Это не длинные, а надежные и ликвидные выпуски, предпочтительно с ежемесячным купонным доходом. Ну, могу на скидку сразу сказать, это выпуски, таким параметром соответствуют выпуски «Газпромнефти», третий, восьмой выпуски, там, «Форсагра», для квал-инвесторов подойдет выпуск «Норильского никеля», «Х5» и «Р2», если не ошибаюсь, да, тоже хорошая ликвидная выпуска. Так что, да. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот, спрашивает в нашем чат-боте, когда лучше брать длинную ОФЗ. Вы как относитесь вообще к таким бумагам? Ну, время для входа, безусловно, стоит брать таким образом, когда будет понимание, что, ну, в завершении цикла, там, ужесточение денежно-предитной политики Банка России, оно уже не за горами, да. Возможно, ну, стоит изучать, там, пресс-релизы, да, Банка России, там, риторику представителей ЦБ. Ну, возможно, по достижению, там, 21-й ставки мы будем уже близки к этим пиковым уровням. Георгий, да, спасибо, хорошее. Мне, если честно, такое ощущение сложилось, как будто бы я сейчас, во-первых, узнал, опять прочитал свой же портфель, который я формирую, это было интересно. Георгий, еще вопрос, связанный с кредитным качеством долгового рынка. Как вы отметили хороших эмитентов, действительно, с высоким кредитным рейтингом, и, возможно ли сейчас какие-то эмитенты будут под давлением высокой ставки, и, возможно ли, дефолты? Ну, безусловно, там, вот, период высоких ставок, он сопровождается, в целом, ростом долговой нагрузки эмитентов, да, и, там, увеличением количества дефолтов, просто по статистике, да. Но, к счастью, на текущее время дефолтов не так уж и много, но первые звоночки, да, мы уже видим, это вот ситуация с Росгеологией, поэтому кредитному анализу стоит уделять пристальное внимание. Прежде всего, вот такие параметры, да, то есть это наличие, там, кэша на балансе, доля собственного капитала в активных компаниях, в пассивных компаниях, сама долговая нагрузка, тот свободный денежный поток, его наличие, да, положительное, и, разумеется, чистая прибыль. Очень бы хотелось, да, чтобы эмитент показывал ее. Что касается, значит, ситуации на долговом рынке, то есть, вот мы видим, что до конца года еще будет погашено корпоративный бандок где-то на 820 миллиардов рублей. В следующем году за целый год... Какой бы сектор вы не рекомендовали бы для инвестора? Мне кажется, нужно изучать предмет на эмитента и отдавать предпочтение, ну, на скидку, то есть эмитентам с высоким предметом рейтинга, ААА, ААА, тоже можно посмотреть, если это растущий бизнес и компания занимает там существенную долю на нем. Я вас правильно понял, что высокорисковые активы нам сейчас на данный момент неинтересны для инвестора. Лучше сохранить свои средства. Спасибо, Георгий, за ваше мнение. Было очень интересно послушать. С нами был Георгий Засеев, исполнительный директор аналитического отдела Россельхозбанка. Дана, что у нас происходит на рынках коммунтис? Конечно же, давай начнем с нефти. И влияет она и на курсы рубля, и на прогнозы, как мы уже обсудили. Я напомню, что вчера взлетели котировки на больше чем, около 5% где-то после слова Байдена об ударе Израиля по Ирану. Речь именно о нефтяных объектах в Иране. В то же время США не верят, что Израиль решил, как ответить Ирану, в том числе наносить ли удары по нефтяным объектам. Это уже пишут израильские СМИ. И, в принципе, конечно же, такая эскалация, мы уже не говорили не раз, может побудить Иран заблокировать Армудский пролив. Сейчас нефть 77,6%, где-то плюс процент. И, учитывая факторы геополитики, в ближайшей перспективе цена бренд вряд ли опустится ниже отметки 60-70 долларов за баррель. И если ОПЕК+, как и обещает, начнет наращивать добычу с декабря, то нефть может снова пойти вниз. Вот тоже менее аналитиков. Если мы посмотрим фьючерсы на природный газ, в плюсе почти на 3,5%. Золото у нас растет традиционно, плюс 0,3%. Серебро также в плюсе 0,75%. Прибавляет алюминий в минусе, минус 1,85%. И также отмечу, что цена на российскую пшеницу сегодня достигла трехмесячного максимума на фоне засухи и сокращения поставок. Это S&P Global сообщает. И слабый спрос и низкие мировые цены влияют также на стоимость экспорта алмазов из России. И по итогам этого года поставки могут сократиться где-то на 17%. Чуть больше, чем 3 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что стоимость алмазов стабилизировалась после двухлетнего падения. А вот и Валроса видит предпосылки для повышения цен. Рынок коммунсис действительно сейчас находится под давлением и очень волатилен. С вами были «Рынки утра». Все самое интересное мы с вами обсудим далее в 9.40. Далее нас следуют новости спорта. Рынок коммунсис.